В последнем выступлении на сегодняшний день расскажу о такой вот дихотомии гипертириоз и хроническая болезнь почек. И гипертириоз и хбп являются частыми заболеваниями кошек. Я не буду говорить сейчас индивидуально о каждом патологическом состоянии. Хотела бы уделить внимание ситуации, когда эти патологии сопутствуют одна другой. Итак, кратко позволю себе напомнить гипертириоз кошек. Гипертириоз кошек является наиболее частой эндокринной патологией кошек среднего и старшего возраста. И в зависимости от исследований распространенность заболевания может составлять порядка 10 процентов у кошек старше 9 лет. И когда недавно мы провели свое исследование и набрали предположительно здоровых кошек по анометическим данным владельцев, так вот даже у таких здоровых кошек мы выявили распространенность 6 процентов гипертириоза, даже в отсутствии клинических признаков всяких аномалий. Хбп. Опять-таки, часто встречающиеся патологии. Различаются статистические данные, однако в среднем порядка 30 процентов кошек старше 15 лет страдают от хбп. И это азотемическая стадия хбп. При этом, как правило, причина такой патологии неизвестна, она не специфична, и, как правило, это тубула, интерстициальный нефрит и замещение функциональной ткани почек фиброзной тканью. Поэтому эти два патологических состояния поистине часто встречаются, и это означает, что часто и та, и другая патология идут рука об руку. Итак, в большинстве исследований есть консенсус по тому поводу, что 20 процентов кошек с гипертириозом также имеют азотемическую стадию хбп на момент постановки диагноза гипертириоза. Говоря об азотемии, в данном случае я имею ввиду концентрацию креатинина, поскольку кошка с гипертириозом обязательно будет демонстрировать повышение уровня мочевины. Поэтому повышение мочевины в данном случае один из показателей для таких кошек. Помимо прочего, помимо 20 процентов азотемических кошек, также лечение гипертириоза следует сказать еще о 15 процентах животных, у которых развивается азотемия на фоне лечения. Возникает вопрос. Процент большой кошек с гипертириозом, страдающий этими сопутствующими патологиями. Почему так? Эти заболевания всегда неизбежно идут рука об руку или одно патологическое состояние влечет за собой другое. Например, нарушение функции почек, меньшая экскреция происходит зободенных веществ и отсюда, например, развивается дисфункция щитовидной железы. Или напротив, гипертириоз повреждает почку и таким образом развивается уже азотемическая стадия хбп. Именно об этих вопросах в ходе сегодняшнего выступления мы поговорим. Обсудим еще ряд вопросов, перечисленных на слайде. В частности, как диагностировать гипертириоз у кошек с хбп. Обсудим конкретные клинические примеры. И буду задавать вопросы в ходе лекции. У нас будет такая интерактивная сессия, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на некоторые детали, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, кошка, первый клинический случай, 13 лет, кастрированная, домашняя, короткошерстная. Поступила в учреждение, наблюдалась на протяжении 12 месяцев с признаками хбп, азотемическая стадия. В ходе наблюдения уровня креатинина колебались в диапазоне 280 микромоль на литр, это в наших, так сказать, единицах, или если миллиграмма на децилитр, то это порядка 3,2 миллиграмма на децилитр. Владелец привел животное на регулярный осмотр, его устраивало состояние животного, устраивало аппетит, устраивало самочувствие. Кошка получала специальную ренальную диету, но мы отметили снижение веса. Кошка весила 3,1 килограмма, при том, что за три месяца до того она весила 3,4 килограмма. И вот на это, по-моему, недостаточно обратили внимание, в то время как это очень важный клинический показатель. Поэтому хотела бы подчеркнуть, что в повседневной практике важно не только взвешивать пациентов, но и записывать эти показатели с тем, чтобы потом сравнить динамику массы тела пациента. При физикальном обследовании состояние кошки было удовлетворительным, однако по соответствующей шкале 4 балла из 9, слабость мышц тазовых конечностей. Мы подозревали зуб, поскольку пальпировалось образование в паратрахеальной области. И шерсть выглядела более слабой, чем в предыдущих ситуациях, чем когда мы брали у нее анализ крови неделю назад. Биохимические показатели представлены на слайде. Мочевина осталась на высоких уровнях, при этом креатинин стал составлять 2 миллиграмма на децилитр, при том, что показатели колебались в более высоких диапазонах. Фосфаты по верхней границе нормы, печеночные ферменты слегка повышены и общий Т4, 39 наномоль на литр. В принципе, в диапазоне лабораторной нормы. У такого пациента мы видим, что вроде бы улучшаются показатели функционирования почек. Так, означает ли, что почка восстанавливается как орган сама по себе чудесным образом у этой кошки, или у нее вдруг регенируют нейроны? Конечно, нет. Просто снижается фильтрация через оставшиеся нейроны, нефроны. И, возможно, происходит что-то еще. Еще другой патологический процесс. Хотя Т4 в диапазоне нормы, означает ли этот Т4, что у нее нету гипертириоза? Или, может быть, надо более тщательно исследовать состояние этого животного? Может ли все-таки у этой кошки быть гипертириоз? Нам известно, что общий Т4 – это очень хороший тест на гипертириоз. Не во всех случаях при гипертириозе у кошек Т4 повышен. Было проведено крупное исследование в одном из медицинских центров Нью-Йорка. В исследовании участвовало порядка тысячи кошек. Из них у 917 наблюдался гипертириоз. И порядка 9% этих животных имело нормальные референсные значения Т4. Таким образом, как правило, мы измеряем Т4 как скрининговый метод. Однако пациенты, у которых в анамнезе есть ХБП, это такие пациенты, которые часто наблюдаются у нас в клинике раз в 6-8 месяцев. И после постановки диагноза ХБП такому пациенту, и когда мы начинаем впервые подозревать развитие гипертириоза, тогда эти методы становятся важными. Как мы можем заподолжить гипертириоз? Снижается концентрация креатинина, снижается масса тела. И мы часто наблюдаем, что более чем в половине случаев у таких животных Т4 остается в пределах нормы. Если это сравнить с тем, как часто пальпируется объемное образование в паратрахиальной области, 95% кошек с гипертириозом имеют пальпаторно обнаруживаемое объемное образование. То есть на основе физикального обследования и анамнеза вы можете сделать более точное заключение, чем лабораторные данные Т4. Поэтому призываю не сбрасываться счетовозначимость клинического и физикального обследования. Это действительно в данном случае очень чувствительный диагностический метод. Что же делать с таким пациентом в дальнейшем? Я хотел бы показать возможные варианты и поднятием руки проголосовать за тот метод, который кажется вам правильным. Итак, повторить измерение общего Т4 при следующем визите, например, через 8 недель. Вариант 1. Вариант 2. Провести другие пробы напрямую гипертириоза. Ну и, естественно, вопрос, какие диагностические пробы вы бы хотели провести. Третье. Даже если подтвердится гипертириоз, по большому счету кошку лечить не надо, потому что у нее уже развелась ХБП. Поэтому зачем вкладывать средства и время в дополнительные методы обследования? Господа, будьте любезны. Номер 1. Кто голосует за первый номер? Поднимите руки. Итак, в среднем это популярно. Номер 2. Кто голосует за второй номер? Пожалуйста. Второй вариант на похожем уровне. Ну, хорошо. Какая лабораторная проба, раз уж вы проголосовали за номер 2? Боюсь, я по-русски могу не понять, но давайте попробуем. Ну, давайте так, паузу здесь пока поставим с этой конкретикой. Третий номер. Кто голосует за третий номер? Несколько человек проголосовало за третий номер. Те, кто воздержался бы от дальнейшего лечения. Номер 3, конечно, на мой взгляд, нет. Все-таки гипертиреоз следует пролечить, на мой взгляд. Может быть, какими-то методами, менее радикальными, может быть, там удаление железы хирургическое не требуется. Может быть, все-таки консервативно полечить. А уж если консервативные методы не помогут, тогда можно и воздержаться от дальнейшего лечения. Но все-таки начать с консервативных методов и предпринять попытку, на мой взгляд, следует. У нас разделились мнения между пунктами 1 и 2. Здесь можно, конечно, склоняться и в ту, и в другую сторону. Наверное, было бы неплохо повторить измерение общего Т4. И опять можно, например, увидеть, что он в нормальном диапазоне. И будет применим другой диагностический тест. Давайте обратимся к доступным методам. Итак, общий Т4. Хороший лабораторный показатель на гипертириоз. Вот те данные, о которых я говорил. Вот это крупное исследование американское, в котором участвовало порядка тысячи кошек. Можно увидеть, что большинство кошек с гипертириозом демонстрировано повышенный уровень Т4. Однако была небольшая подгруппа животных, порядка 9% всех кошек с гипертириозом из всех обследованных, у которых общий Т4 находился в референсном диапазоне зашельхованным серым цветом. И почти у всех этих кошек был нормальный общий Т4. Были кошки без заболевания щитовидной железы, и у них при этом Т4 был либо нормальный, либо ниже нормы. Это вот эта часть графика справа внизу. Поэтому тест специфичный при повышенном Т4, и он всегда указывает на гипертириоз. В данном случае, естественно, клинику здесь не следует сбрасывать со щитов, потому что все-таки абсолютных лабораторных тестов не существует, и возможны ошибки. Но, как правило, в плане положительной предсказательной способности это очень мощный тест. Измерение свободного Т4. Когда оно уместно? Это гормоны, Т4, не связанные с белком-переносчиком, потому что физиологически регулируется оборот этого белка свободный. Т4 может поступать в клетку только в свободной форме. И именно он является биологически активным соединением. В кровотоке от общего Т4 он менее чем в 1%, 1% концентрации. Его поэтому трудно уловить. Поэтому лабораториям и не нравится измерять его концентрацию, поэтому это такой дорогой лабораторный тест. И поэтому там, естественно, больше ошибок. Почему нужно или можно подумать об измерении свободного Т4? Поскольку, если состояние пациента неудовлетворительное, или у пациента развиваются признаки патологического процесса и нарастают, существенно снижается общий Т4. Свободный Т4 вслед за ним также снижается, но снижается менее выраженно. Поэтому свободный Т4 меньше снижается при заболеваниях необусловленных патологией щитовидной железы. И именно это подтверждается пробами из США. Они измеряли свободный Т4. Кошки с гипертириозом. Среди них есть несколько животных со свободным, нормальным Т4. А есть некоторые, у кого он даже ниже. Есть кошки с заболеванием, не вызванным патологией щитовидной железы. Вы видите большое количество таких животных, у которых повышен уровень свободного Т4. То есть можно получить ложноположительные результаты, что является проблемой этой пробы. Именно поэтому, как первичный скрининговый метод, свободный Т4 не используется в рутинной практике. Ну что ж, кошки с гипертириозом на фоне ХБП. Вот в том исследовании тысячи кошек. Здесь, конечно, исследование поскромнее. Я проводил вот это небольшое исследование. У кошек, у этих, было доказано присутствие ХБП и гипертириоза. Это кошки, которые поступали ко мне на отделение. У них было сначала диагностировано ХБП. Мы подозревали развитие гипертириоза на фоне ХБП. У них было снижение креатинина. Отмечено, как правило, снижение внутри лабораторной нормы. Затем мы подтверждали различными способами присутствия гипертириоза и мерили концентрацию креатинина. Вот группа кошек, у которых доказан гипертириоз и ХБП. Две сопутствующие патологии. С тем, чтобы быть включенным в эту группу, мы брали кошек, у которых общий Т4 был еще нормальным. Итого, если были диагностически значимые титры Т4, мы таких кошек не включали. Были две контрольных группы кошек. Во-первых, группа с ХБП и группа относительно здоровых старых кошек. Где-то полгода-год мы наблюдали этих кошек. Последующее наблюдение составило полгода-год. У них не развелось никаких признаков гипертириоза. Стабильно была функция почек. Именно это позволило нам держать их в контрольной группе. Эти кошки вес не теряли. Поэтому можно было утверждать, что это была адекватная контрольная группа. Измерение общего Т4 у таких кошек. На слайде можно увидеть, что кошки, которые в конечном итоге был поставлен диагноз гипертириоза, демонстрировали более высокий уровень Т4 по сравнению с контрольными группами. Иначе говоря, в общем и целом, они демонстрировали высокий уровень Т4 по верхней границе референсного интервала. Еще раз подчеркну, кошки, у которых Т4 был вне нормального диапазона, естественно, по определению они имели патологию щитовидной железы, они в эту пробу не включались. Поэтому здесь кошки по верхней границе нормы. И уровень Т4 здесь выше, чем в двух контрольных группах. Иначе говоря, если в клинике у вас старая кошка, у нее ХБП, или даже это здоровая кошка старшего возраста, если по верхней границе нормы у нее Т4, общий Т4, уже надо заподозрить у такой кошки вероятный гипертиреоз. Измерение свободного Т4 у тех же самых животных. Измерение свободного Т4 демонстрировали повышенные показатели у кошек с гипертиреозом. Равно как и в исследовании Питерсона, на которое я ссылалась, была проблема. Кошки с ХБП, некоторые, имели повышенный свободный Т4 даже в отсутствии гипертиреоза. И именно отсюда произрастает много возможных ошибок. Таких ошибок возможно довольно много, поэтому технически это непростое исследование. Поэтому использовать Т4 для подтверждения диагноза гипертиреоза самого по себе нельзя. Нужно использовать комбинацию. Во-первых, надо диагностировать гипертиреоз. Свободный Т4 должен быть выше лабораторных референсных значений и общий Т4 должен быть по верхней границе нормы. Вот если в паре это улавливается, в кровотоке, тогда можно надежно утверждать, что у кошки гипертиреоз. Общий Т4 в комбинации с ТСГ, ТТГ, териотропный гормон или териоцит, стимулирующий гормон. Вот есть признаки гипертиреоза, например, у человека. Человек пошел к доктору, доктор измерил ТТГ сначала и сказал, вы знаете, ТТГ у вас нормальный, у вас гипертиреоз. Лаборатории говорят, что нет реактивов на ТТГ. Довольно часто. И вот эти данные, которые я здесь представляю, это данные по собакам. Можно измерить ТТГ у собак и попытаться экстраполировать данные на кошек в данном случае. Как интерпретируются эти результаты? Как я их интерпретирую? Если у пациента измеряемые уровни ТТГ, это говорит о том, что у кошки нету гипертиреоза. Некоторые кошки с ХБП и здоровые кошки будут иметь клинически неулавливаемые, лабораторно неулавливаемые уровни ТТГ. Можно говорить о неком пороговом значении ТТГ в лаборатории. И если уровень ТТГ ниже него или по этой границе, такой тест ни о чем убедительно не говорит. В то время как измеряемые уровни ТТГ говорят о том, что гипертиреоза нет. Обратная отрицательная связь. Мы говорим о том, что некоторые кошки здоровые, но уровни ТТГ у них не измеряются. Вот это нижняя граница нормы, такая сомнительная. Что с ними происходит дальше? Сейчас я поговорю о здоровых кошках. Кошки без всякого ХБП. Это исследование на большом материале изучало именно заболевания щитовидной железы. Измерялся ТТГ у кошек. Исключались кошки с диагностированным гипертиреозом. И вот, еще раз, повышенный ТТГ означает наличие гистологических проявлений гипертиреоза. И последующее наблюдение таких кошек в течение длительного времени приведет вас к тому, что постепенно гипертиреоз разовьется у тех кошек, у кого изначально ТТГ был по нижней границе нормы. Поэтому некоторые из этих кошек с низким ТТГ из этой неоднозначной группы может впоследствии страдать от гипертиреоза. Некоторые нет. Так вот, та первая кошка, о которой я вам рассказала, участвовала в одном из этих исследований. Поэтому она получила все лабораторные методы исследования, о которых мы поговорили. Мы повторили общий Т4. На мой взгляд, это было вполне разумно. И опять-таки, значения были в референсном диапазоне. Высокая верхняя граница нормы. Это может говорить о гипертиреозе, но это не диагностическое значение. Супрессионная проба с Т3 на гипертиреоз свободной Т4 повышен ТТГ по нижней границе нормы. Поэтому да, подтвердился гипертиреоз. Следующий вопрос. Это вопрос о том, можем мы или не можем, леча гипертиреоз, довести кошку до азотемии. И можно ли как-то прогнозировать развитие азотемической стадии ХБП? Кошка по кличке Теби. Кошки с такой окраской, с такой окраской в Лондоне вообще называются Хаби. Вот, так что такое не самое редкое имя для кошки. У кошки начинается шелушение кожи, вылезает местами шерсть, и мы подозреваем патологию щитовидной железы. Несмотря на хороший аппетит, потеря веса, рвота, понос. Недостаток ухода у кошки – тахикардия. Она постоянно беспокойная, и постепенно у нее развивается зоб. Войл выполняет клинический анализ крови. Я делюсь сейчас просто отдельными параметрами. На самом деле мы взяли полный биохимический анализ крови. Показатели креатинина – 120 ммол на литр или 1,4 мг на децилитр. Мочевина вне пределов нормы. Далее, общий Т4 имеет диагностический титр на предмет гипертириоза. Поэтому такие показатели. 10-13 – относительная плотность мочи. На тест-полоске была выявлена протеинурия. Выполнили анализ на UPC – соотношение белка и креатинина в моче 0,84. АД-165 – систолическое, но глазное дно в норме. И что же можно подумать о состоянии почек такой кошки? Господа, опять-таки, голосование. На голосование выносятся следующие вопросы. Вопрос номер 1. Функция почек в норме, поскольку в норме креатинин. Вариант 2. Функция почек страдает в связи с повышением мочевины. Вариант 3. Функция почек, скорее всего, страдает в связи с низкой относительной плотностью мочи и протеинурией. Вариант 4. Функцию почек оценить невозможно в связи с присутствием гипертириоза, поскольку гипертириоз снижает СКФ. Господа, вариант 1. Кто голосует за первый вариант, поднимите, пожалуйста, руки. Функция почек в норме, креатинин в норме. Да, никто не голосует. Второй вариант. Функция почек не в норме, поскольку повышенная мочевина. Есть несколько желающих проголосовать. Номер 3. Функция почек, скорее всего, страдает в связи с низкой относительной плотностью мочи и протеинурии. Да, вариант завоевал доверие аудитории. И четвертый вариант. Функция почек оценить нельзя, поскольку гипертириоз снижает СКФ. Ну что ж, за четвертый вариант проголосовало не так много людей. Вы знаете, четвертый вариант, это такая, как бы сказать, типографическая, это опечатка, автозамена. Гипертириоз, на самом деле, увеличивает СКФ. Поэтому это такая, такая, подвох своего рода. Но что за счет гипертириоза, наоборот, возрастает СКФ. Номер три, часто наиболее популярный ответ. Давайте посмотрим, что там по протеинурии и по относительной плотности мочи, что говорит в пользу этих показателей. Да, но прежде чем мы обсудим это, еще несколько слов о изменениях, которые происходят при лечении гипертириоза. Это данные по измерению СКФ у кошек с гипертириозом. Его лечат радиоактивными соединениями йода. Можно очень четко контролировать лечение. Вы назначаете лечение, и практически вслед за датой назначения лечения уже начинаются улучшения. Поэтому лечение радиоактивным йодом это другое, нежели лечение какими-то другими препаратами, которые вызывают постоянные колебания концентрации. СКФ резко снизился в начале лечения, то есть был повышен до лечения СКФ через месяц лечения, то есть когда кошку уже выписывали, СКФ снизился и, в принципе, значительно не менялся в течение периода наблюдения 6 месяцев. Почему это, на мой взгляд, примечательно? Если обратиться к той же группе кошек и обратиться к креатинину, концентрация креатинина у этих кошек, можно увидеть, что показатели креатинина начинают возрастать на первый месяц от начала лечения, и через 3 месяца после начала лечения показатели креатинина стабилизируются. И затем, уже на протяжении 3-6 месяцев креатинин стабилен. Это довольно логичные сроки последующего наблюдения, прежде чем можно убедительно говорить о какой-то функции органов. Поэтому креатинин, в принципе, стабилизируется. Можно ли прогнозировать развитие азотемии у таких животных? В учебниках и в научных статьях пишут о том, что относительно плотность мочи является достаточно убедительным предиктором, и если концентрирована моча пациента, это означает, что азотемической стадии ХБП не наступит. По сути, единственное исследование, которое действительно оценивало относительную плотность мочи, было одно такое исследование. И вот единственный предиктор наступления азотемии это уровень креатинина до начала лечения. Если креатинин повышен, свыше 140, то есть 1,4 примерно миллиграмм на децилитр, у кошки в три раза возрастает вероятность развития азотемии на фоне лечения, чем если показатель креатинина ниже. Но при этом у отдельно взятых индивидуальных пациентов эта корреляция недостаточно убедительна для того, чтобы служить предиктором судьбы конкретно взятой кошки. Помимо этого, показатель UPC также связан с выживаемостью пациента, но и он не может служить убедительным предиктором развития азотемии. Поэтому у всех кошек с гипертирозом увеличен показатель UPC соотношение креатинина белка в моче за 0,4 показатель. С лечением он снижается, независимо от того, развивается у кошек азотемия потом или нет. Иначе говоря, утверждать, разовьется азотемия такого пациента или нет, практически сложно. Поэтому следует приступать к лечению гипертироза и наблюдать, как будет протекать это лечение. И, конечно, отдельно взятому владельцу трудно предложить какой-то прогноз по конкретно его животному. Недостаточно чувствительность этих показателей. Теперь, если есть гипертироз, повреждается ли почка? Если да, то как? Гипертироз может приводить к повреждению почек. Известно, что в состоянии гипертироза меняется обмен, минеральный обмен. При гипертирозе меняется ионизированный кальций, концентрации фосфатов, концентрации парадгормона и показатели FGF23. Это фактор роста фибробластов 23. Это новый показатель заболевания костной ткани. К нему приковано внимание ветеринарной общественности в последние несколько лет. Поэтому нарушается серьезный метаболический каскад. Возможно, это объясняет патофизиологию повреждения почек. Собственно, отсюда идут рекомендации снижать концентрацию фосфатов, если мы хотим предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания. Поэтому, если нарушается этот метаболический каскад, конечно, может иметь место повреждение почек. Протеинурия. Да, протеинурия не является предиктором того, кто из животных придет к азотемии. Все-таки это гипертония на уровне почечных клубочков и фильтрационный барьер может повреждаться избыточным фильтрационным давлением. Плюс активация ренина-детозина для астроновой системы. Ренин-плазмы при гипертириозе активно работает, это сильно активируется система и таким образом может происходить дополнительное повреждение ткани почки. О чем еще часто задают вопросы? Вопросы о системной гипертонии в связи с гипертириозом. Может ли у кошки с гипертириозом развиться системная гипертония, вследствие которой будет повреждаться почка? Почему об этом думают? Если открыть литературу, можно увидеть, что у кошек с гипертириозом часто развивается гипертония. хотя, если обратиться к этой категории животных, кошки с гипертонией, например, ослепли, офтальмолог осмотрел, увидел признаки гипертонии офтальмологические. Очень небольшой группы таких кошек гипертириоз при этом присутствует. Вот где-то 69 кошек, почти 70 кошек, которых наблюдали офтальмологи во Флориде. И из этих кошек только у пяти, то есть у 7% кошек, был гипертириоз. И только у пяти из них, и только у трех из этих пяти было сопутствующее заболевание почек. Поэтому заболевания щитовидной железы в некотором смысле коррелируют с гипертонией, мягко говоря, коррелируют очень неубедительно. И это в ключе с нашими исследованиями, где мы у кошек с гипертириозом мерили артериальное давление. Мы в ходе таких измерений выявили, что вариации артериального давления очень сильны. Эта гистограмма отражает частость, ту частоту, с которой встречаются различные давления. Кошки с гипертириозом мерили артериальное давление у этих кошек. Мы использовали пороговое значение на уровне где-то 180, и лишь у 6% кошек была артериальная гипертония. Дальше мы снизили пороговое значение. Теперь мы используем чуть меньше показатели. И даже при снижении этих пороговых значений распространение гипертонии у кошек с гипертириозом составляет всего лишь 10-15%. То есть, это в 3 раза меньше, чем у кошек с хронической болезнью почек. То есть, это значимые показатели, но нельзя говорить о том, что все кошки с одной патологией имеют другую патологию. Кошки с гипертириозом это такие кошки, у которых трудно измерить давление. Естественно, может от этих кошек наблюдаться гипертония белого халата, и именно отсюда могут возникать ошибки при измерении давления. Вы знаете, когда я говорю о том, что малого количества кошек с гипертириозом гипертония, ученые очень удивляются. Мы привыкли к тому, что высокая ЧСС при гипертириозе, активация РААС, ренин андиотезин аджестроновой системы, меняется ударный объем. Ударный объем, помноженный на ЧСС, это сердечный выброс. Таким образом, при гипертириозе вроде как сердечный выброс должен расти, а артериальное давление определяется такими параметрами, как сердечный выброс и системное сосудистое сопротивление. Вроде бы нету причин на отсутствие гипертонии. Так вот, у кошек секрет в том, что сосудистое сопротивление существенно снижается у таких животных. То есть гипертириоз это состояние с мощным сердечным выбросом, но при этом снижается сосудистое сопротивление. Отсюда нету гипер гипертонии. При этом, когда вы начинаете лечить кошек по поводу гипертириоза, вот тут и наступает гипертония. У 20% кошек с гипертириозом развивается гипертония, как только мы их начинаем лечить. Вот вы спрашиваете ветеринаров, давление кошечкам меряем? Меряем. Кто-то бывает не очень меряет. Хорошие ветеринары случаются, меряют кошкам с гипертириозом давление на момент постановки диагноза. Но почти никто из ветеринаров не меряет давление после начала лечения. И вот именно в это время самая пора измерить давление. У кошки может развиться гипертония, поэтому в последующем наблюдении кошки, которую вы лечите, имеет смысл. Во всяком случае, в первые несколько месяцев после того, как вы учинили лечение, следует мерить давление. Не совсем понятно, по какой причине это происходит. Я предполагаю лично мое мнение, что это связано с тем, что опять реактивируется сосудистое сопротивление, опять сосуды, образно говоря, вспоминают про свою вазоконстрикцию и наступает гипертония. Может быть, это связано со снижением СКФ, но азотемия у кошек с гипертонией бывает азотемия наступает, бывает азотемия не наступает, поэтому полностью говорить о Баскаев тут не представляется возможным, плюс гипотириоз. Мы загоняем кошку в гипотириоз, лечая ее от гипертириоза, и, возможно, отсюда наступает гипертония, как компенсаторная реакция. Можно сказать убедительно только одно, что нужно в последующем наблюдении мерить артериальное давление таким животным. И в заключительной части своего выступления, говоря о потенциальных механизмах развития азотемии, хочу сказать следующее. Когда мы лечим гипотириоз, мы можем слишком агрессивно вмешиваться и вводить кошку в гипотириоз и создавать так называемый гетерогенный гипотириоз, и это довольно нередкая ситуация. Наносит ли это вред почке? Или всего лишь снижается фильтрация и потом развивается обратимое азотемия? Это тот вопрос, на который мы сейчас хотим ответить. Мы собираем доказательную базу, проводим научную работу по этой линии. Вспомним ту самую кошку, о которой мы говорили. Кошка Таби. Возьмем ее в качестве примера. Это вот та кошка, у которой был гипотириоз. Мы начали ее лечить метамизолом. Может быть, мы слишком агрессивно начали ее лечить. Вы скажете, 5 миллиграмм метамизола два раза в день. И когда кошка потом нами наблюдалась, она прибавила в весе, ее перестало рвать, давление нормализовалось, но нормализовалось по верхней границе и стала иметь тенденцию к возрастанию. Поэтому кошке пришлось это все впоследствии купировать амладипином. Но кошка потом пришла к азотемии. Креатинин вышел за пределы лабораторной нормы. Обратите внимание на Т4, нижняя строчка. Т4, общий Т4, был низкий, 10 наномоль на литр. Таким образом, мы этой кошке учинили ядрогенный гипотириоз в попытках лечить ее гипертириоз. Все, что можно убедительно сказать, по этому случаю. Это относительно часто встречающаяся проблема в ветеринарии. Мы провели небольшое исследование 80 животных, получавших лечение по поводу гипотириоза хирургически или терапевтически, или же комбинированным способом. В периоде последующего наблюдения мы принимали решение о том, хорошо контролируется состояние щитовидной железы. Но в 28 случаях мы перестарались, мы их вогнали в гипотириоз ядрогенный, по сути дела, то есть у них был низкий Т4 и высокий ТТГ. Вот таковы были признаки ядрогенного гипотириоза. И более половины кошек с таким ядрогенным гипотириозом потом пришли к азотемической стадии ХБП. Большая группа кошек находилась в эотириозе нормальной Т4 или даже по нижней границе нормы. При этом ТТГ был нормальным. И здесь азотемия так сказать закончила меньше кошек. Была статистически досоверная разница между обеими группами. Иначе говоря, ядрогенная азотемия более вероятна, если вы вводите кошку в ядрогенный гипотириоз. Ну и рука об руку с изменениями уровня креатинина и указывая на прогностическую значимость, это нистигематокрит. Сниженная активность щелочной фосфатазы и замедленная ЧСС по сравнению с эутириоидными животными. Помимо прочего, мы наблюдали этих кошек в течение определенного периода времени и наблюдали их выживаемость. Примечательно, что у эутириоидных животных наступила ли азотемия или не наступила азотемия статистически не сказывалась на выживаемости. Это к моему первому вопросу. Вы бы стали лечить кошку с гипертириозом и заболеванием почек или нет? Так вот, я бы стал ее лечить даже при том, что у нее ХБП, поскольку одно само снижение Т4 до нормального уровня, пусть даже разовьется азотемия, в конечном итоге клинически даст улучшение, как и следует из графика в левой части слайда. И главное, это не укоротит жизнь этой кошки никак, по сравнению с ситуацией, как если бы она была без азотемии. Кошки с дипотериозом, там другой, низкий Т4, и кошки в такой группе демонстрируют худшую выживаемость. Азотемия в случае дипотериоза является прогностическим фактором, и между двумя группами есть тестическая разница. Ну что ж, мы обсудили, что происходит, если мы вернем эутириоз. Обсудили гетродинии, поговорили о медикаментозном лечении животных на протяжении где-то трех месяцев. Мы упомянули гетродинный гипотериоз. Все эти сведения можно задокументировать, используя лабораторные показатели. Можно передозировать препараты. Все это почва для гетродинии. Хочу также в заключении отметить, что подбор дозы препарата, вот у кошки, например, уже нет гипотериоза. Имеет смысл, естественно, варьировать дозу антитериоидных препаратов. У большой группы животных, у которых концентрации креатинина снизились и пришли в норму, вот 74% таких животных имели азотемию до подбора индивидуальной дозы, и азотемия разрешилась у половины кошек, которым потом была снижена доза антитериоидных препаратов. Вредит гипотериоз почкам или нет? Это спорный вопрос, патофизиология спорна. Известно только одно, что если перестараться с лечением, есть вероятность ятерогенной азотемии, обратимой азотемии, если мы назначаем правильное лечение. Поэтому так можно ответить на вопрос об идеальном уровне Т4. Теперь ятерогенный гипотериоз. Вот мы перелечили кошку, перестарались с лечением. Тут нужно подчеркнуть, что лечить кошек с гипотериозом довольно трудно. И владельцы не так обращают на это внимание. Поэтому лучше контролируется гипотериоз, комплоентность с ним лучше. Поэтому меня интересуют общие Т4 и его нахождение хотя бы по нижней границе лабораторной нормы для кошек с гипотериозом. Если мы говорим, что уровень слишком низкий, но отправили вы крови в лабораторию, у каждой лаборатории свои референсные диапазоны, особенно в плане нижней границы нормы для Т4. И это несмотря на то, что все эти лаборатории пользуются похожими, я бы даже сказал, теми же самыми методиками вот данные по лабораториям в Великобритании. Я знаю, что у вас другие здесь лаборатории, но у большинства лабораторий используется метод Immulite, метод для использования Т4, и при том, что они все используют Immulite, посмотрите, какие у них референсные диапазоны, особенно нижняя граница нормы. IDEX использует теста Microgenics и здесь другие показатели. Отсюда можно объяснять, почему у них нижняя граница нормы 0,8 против полутора в других лабораториях. Так, где же должна проходить нижняя граница нормы лабораторного показателя? Можно обратиться к взаимосвязи между Т4 и ТТГ. В частности, когда Т4 медленно снижается у конкретного пациента, ТТГ по отрицательной обратной связи должен, наоборот, возрасти. Это попытка организма усилить выработку Т4. Поэтому, если вы видите такую вот взаимосвязь и вы видите вот этот перегиб кривой, а там нелинейная зависимость, вот этот перегиб кривой, это примерно нижняя граница лабораторной нормы. Вот, собственно, здесь я разместил на этом графике все те данные, которые были в моем распоряжении из моих личных исследований. здесь можно увидеть, что граница отсечения должна проходить по 15 наномоль на литр. Вот здесь с этого уровня ТТГ начинает возрастать. Это лично мое рабочее наблюдение. Етрогенный гипотириоз. Всегда ли он так плохо? Ну, конечно, его следует лечить. Если он лечится медикаментозно довольно нетрудно, это замечательно. Или если это пациент с азотемией. Если вы даете препараты радиоактивного йода, например, вот, кстати, новая камера, видите, кошка сидит, себе смотрит за птичками, ее там, как сказать, и лечат радиоактивным йодом от гипотириоза. Так вот, если кошка получала лечение радиоактивным йодом, конечно, ятрогени здесь будет много в такой камере. И несмотря на это, владельцам кажется, что животные хорошо себя чувствуют, при том, что по факту у них гипотириоз. Многие ветеринары довольно быстро готовы были бы отказаться от высоких доз таких препаратов, услышав то, что я сейчас говорю. Но, понимаете, это влечет проблемы тоже, поскольку, если начинают гулять уровни, Т4, например, туда-сюда, в течение короткого времени, вы снизили дозу препарата, дальше в следующий раз поступила кошка, у нее опять гипотириоз, вы опять повышаете дозировку, Т4 опять снижается, у кошки опять гипотириоз, и клиент вами недоволен, потому что вы все время подбираете дозу, создается впечатление, что вы не в состоянии ее подобрать. Поэтому лучше чуть большую дозировку побороть гипотириоз, а вот если разовьется азотемия, тогда уже нужно бороться с нею и корректировать дозу. Будь то терапевтическое лечение или лечение радиоактивным йодом, если у кошки развивается гипотириоз и азотемия, вот в таком случае я бы назначила заместительную гормональную терапию, будь то в таблетках, либо в жидкой форме сериотропного, простите, гормона щитовидной железы, гормона щитовидной железы. Поэтому мы по сути начинаем со 100 микрограмм раз в день. часто этой дозировки бывает недостаточно, поэтому 100 микрограмм дважды в день может назначаться. Может быть сниженным всасывание препарата, если он назначается вместе с пищей, однако он назначается вместе с тем, чтобы владелец там не ловил кошку с пипеткой, а просто вместе с едой давал гормональный препарат. Какая дозировка? Ну, я думаю, надо ориентироваться по уровню ТТГ. Как только уровень ТТГ нормализуется, вслед за такой гормональной терапией, можно считать, что все в порядке. Таким образом, на сегодняшний день мы рекомендуем поддерживать Т4 по нижней границе лабораторной нормы, не лечить гипертериоз избыточно и иметь в виду, что многие варианты лечения пациентов должны основываться на вашем клиническом суждении, а не только на лабораторных тестах. Резюмируя все сказанное, гипертериоз трудно диагностировать у кошек на фоне ХБП. Большое число кошек с гипертериозом демонстрирует развитие азотемии. Предсказать развитие азотемии сложно. Даже на фоне наступления азотемии прогноз достаточно благоприятный, за исключением случаев, когда гипотириозу, особенно этрогенному гипотириозу, будет сопутствовать азотемия. Это более плохой прогноз. И ведение пациента и наблюдение за артериальным давлением является важной составляющей последующего наблюдения. На этом позвольте завершить, буду рад ответить на ваши вопросы.